В 6 утра я виноват. У российского посольства в Киеве прошла акция в защиту пятерых задержанных в Крыму мусульман. Активисты КрымСОС рассказали истории людей, к которым ворвались вооруженные люди, перевернули все вверх дном и увезли глав семейства, оставив 18 детей без отцов. Участники пикета потребовали от властей Украины защитить своих граждан. Мне 42 года, у меня пятеро детей. Младшему ребенку меньше года, а старшему сыну 8 лет. Я мусульманин, по образованию юрист. Так же, как и мой младший брат, я спортсмен и тренер тэквондо с 20-летним стажем. Два дня назад, сразу после утренней молитвы, в дом ворвались вооруженные люди в масках, вели себя нагло, хамили, оскорбляли, тыкали оружием моих соседей и друзей, клацали затвором и пытались напугать. Позавчера в 6 часов утра к нам вломились в дом люди в масках, с закрытыми лицами. Искали что-то, переворачивали, нецензурными словами выражались. Дети и жена очень испугались. Во время обыска моя мать увидела, что происходит и хотела нам помочь, пыталась зайти в дом. Но люди в камуфляже с оружием оттолкнули ее. Ей стало плохо, она упала в обморок и перед домом, но скорую помощь к ней не пустили. Эти люди даже не помогли привести ее в чувства. Активисты КрымСОС зачитывают истории арестованных в Крыму мусульман. Рядом Коран с наручниками, как символ угрозы для всех верующих в Крыму. 12 октября около 6 утра российские словики провели обыски в домах крымских татар под Симферополем. После обысков были задержаны Тимур Абдулаев, его брат Узеир, Айберг Салединов, Емель Джимадинов и Рустам Исмаилов. Их обвиняют в организации деятельности террористической организации. Дома у них ничего, кроме религиозной литературы, не нашли. Но это не помешало оккупационным властям оставить без отцов 18 детей. Взять деньги, забираю бабушку и Анишку. Кази правовая основа позволяет поддерживать каждого, исповедующего из клан крымского татарина, и извинувачивать его в участии в организации «Хизбутахатрир». И это привидом их саджания за грати. Мы считаем, что подобная политика оккупационных властей и вообще Кремля, она незаконна. Потому что, если говорить даже о букве закона, то данные аресты и обыски, они проводились с нарушением абсолютно всех законов, даже Российской Федерации. И к этим людям не допускались адвокаты, обыски осуществлялись с особо брутальным способом, в том числе страдали жены и дети. Поэтому мы считаем, что такая политика России должна быть прекращена. Участники пикета потребовали от властей Украины защитить своих граждан. Где государство Украины, где правительство, где министр по оккупированным территориям, который должен здесь стоять, где министр обороны, который должен какие-то речи нам сказать, ребята, тримайтесь, мы вот там это делаем, то мы делаем. Пусть скажут матерям тех детей, которые вынуждены в русскую школу отдавать. И они там сейчас в русской школе вынуждены стоять, когда поднимается русский флаг. Они вынуждены делать это, потому что они брошены оказались. Хочу, чтобы вы услышали правительство нас и президент. Начните что-то делать. Иначе заговорит народ, который стоит за моей спиной. Тогда опять будет смута. Следующее. Услышьте нас. Поддержать задержанных в Крыму мусульман к российскому посольству приехали активисты государственной инициативы Дмитра Ярыша. Сестра Надежды Савченко Вера пришла с плакатом 38 политических узников Кремля, среди которых Олег Сенцов, Александр Кольченко. Я сподіваю, что так разом, как боролись за Савченко, будем боротися за этих ребят. Их тут 38. Это те, кто известны. И они еще потрапляют. И вот таким международным тиском всей диаспоры Путину будет незручно, его в системе будет незручно уже хопать людей и сидеть в тюрьме безкарно, чтобы не створить еще больше проблем. В конце акции активисты сажали портрет российского президента. Роман Спиридонов, Осан Аминов, Заман, АТР.